Сегодня я покажу тебе одинаковые секреты в Брукхейвен. Они реально есть, причем из них очень много новых секретов, которые появились. Поэтому погнали, наверное, в первое место, где я покажу первые два одинаковых секрета. Это какие-то... Это не обязательно должны быть абсолютно идентичные секреты, которые будут просто, не знаю, похожи. Нет, конечно, у нас нет настолько похожих секретов в Брукхейвен. Но это будут какие-то детали, которые очень сильно похожи между собой. Первое место это вот эта вот секретная комната, которую мы все знаем. И здесь у нас есть вот такая синяя кнопка. Этому секрету, я не знаю, лет 100 уже, да. И сейчас мы можем на нее нажать и телепортируемся вот в такую квантовую комнату. И здесь у нас есть очень похожий секрет. Поэтому мы сейчас залезаем в одну из комнат и находим такую же синюю кнопку, которая светится и горит. И это как раз такие первые два одинаковых секрета, то есть первые две одинаковые кнопки. Вы, наверное, сейчас можете сказать, что таких кнопок у нас много. Да, их действительно много, но разница в том, какого они цвета. То есть это именно в этих комнатах две одинаковые синие кнопки. Возможно, это что-то значит. И, если честно, я думаю, что это действительно что-то значит. Ну, зачем Вольф Паку? Он мог одну белую сделать или одну красную кнопку. Он сделал именно вот такие вот кнопки. Поэтому сейчас я хочу показать вообще следующий одинаковый секрет в Брукхейвен, который у нас есть. Это тоже будет что-то, что объединяет вообще эти два секрета, да. Что-то, возможно, похожее между ними. Ну, вы, наверное, уже поняли. Здесь я сейчас пришла и выбираю дом. Военная база. Мы здесь забегаем вот сюда и спускаемся сразу вниз. После этого бежим вот в эту, я не знаю, как это называется, типа какая-то кабина управления. Вы поняли. И здесь мы, конечно, запрыгиваем вот в этот секрет. И здесь нам нужно сейчас будет как-то пролезть вот сюда. И здесь мы находим записку. Записку от Авида. Этой записке, блин, сто лет уже. Ну, то есть этот секрет не новый. У нас появился еще один секрет в доме, который очень даже похож с этим секретом. Поэтому мы сейчас будем как-то возвращаться. Отлично, мы вернулись. Блин, ребят, у меня получилось в первый раз. Офигеть. Итак, давайте поставим, что же это может быть за дом. Наверное, вы уже догадались, что это новый наш дом, который появился две недели назад вроде. Ну, короче, нет, чуть больше двух недель назад он появился, если я не ошибаюсь. Мы сейчас забегаем в нашу вот эту комнату. И здесь нам нужно выбрать бункер. И сейчас нам нужно еще уменьшить наш рост, конечно, потому что у нас здесь есть секреточка, очень похожая на ту секреточку с запиской Авида. Посмотрите. Здесь тоже записка, только это записка уже от Мэйдисона, ее мужа Мистеру Брукеевану, да, о их сыне и вообще о том, где они там прячутся, скрываются и все такое. Поэтому эти записки реально между собой похожи в плане того, что по расположению вообще и то, что в принципе это секретки с записками. И насколько я помню, у нас больше секреток с записками в домах нет. Поэтому я считаю, что эти секретки в принципе похожи между собой. Ну, а я, конечно же, уже готова показывать вам следующие одинаковые секреты. И для следующего секрета нам понадобится мотоцикл, потому что до него нужно будет доехать. Поэтому мы сейчас отправляемся на озеро Мэйдисон, чтобы там посмотреть следующий секрет. Ну, а пока я еду, вы напишите в комментариях, что же это за секрет. Надеюсь, вы уже как бы догадались. Ну, а я, конечно, забираюсь на яхточку, ребята. На яхточку забегаю вот сюда, вот сюда и вот сюда. И здесь у нас есть вот такая вот комната, секретная комната, где хранится оружие, золото, деньги. Ну, и вот всякое такое, в общем, барахло вот это. Здесь вот такая вот, в принципе, комната очень-очень, ну, обычная. И у этой комнаты появилась комната-близнец. Опять лишь бы на туалете посидеть, я не знаю, господи. Идем дальше. Нам сейчас нужно вернуться обратно к дому и выбрать другой дом. Поэтому сейчас мы листаем и выбираем вот этот дом, который, я не знаю, похож на дом под землей, такой дом-бункер. Потому что там хранится следующий секрет. Мы, наверное, уже догадались, потому что я сказала, что эта комната имеет комнату-близнеца. И да, это действительно так, потому что здесь есть вот такая комната, в которой мы проваливаемся. И что здесь мы имеем? Все то же самое. Но за исключением у нас здесь нет оружия. Хотя по вот этим вот большим коробкам мы понимаем то, что здесь есть оружие. Здесь написано weapons, а weapons это оружие. Поэтому есть также слитки золота и также деньги. Эти комнаты безумно похожи. И, соответственно, мы можем понять то, что эти секреты, значит, тоже очень-очень похожи между собой. И мне кажется, это как раз-таки те самые одни из таких секретов, которые, ну, действительно, можно сказать, что одинаковые. Но для следующего секрета мне нужно отправиться на аккаунт Влада. Я уже на аккаунте Влада, в принципе. И сейчас нам нужно будет выбрать новый дом. Он не самый новый. Он появился уже, в принципе, достаточно давно. Но вы, наверное, уже догадались, о каком доме я говорю. Это новый отель. Этот отель мы можем найти, конечно, в Estates Pass. В этом геймпассе за 800 робоксов. У меня его нет, поэтому я с аккаунта Влада. А сейчас мы проследуем в этот отель, и я покажу вам секретку, которая очень похожа с еще одной новой секреткой. Итак, мы забегаем вот в этот вот отель. Господи, что я тут с собой сделала? Ладно, неважно. Поднимаемся на второй этаж. Вот здесь нужно вроде как уменьшиться. Итак, я уже не помню, если честно. И вот здесь должна быть секретка. Блин, или вроде на первом этаже. Сейчас, ребят. Да, вот. Когда поднимаешься, потом спускаешься и снова уменьшаешься и проваливаешься вот в такую секретку. И давайте посмотрим, что здесь. Я могу взять сейчас фонарик, и мы посмотрим, что здесь, потому что, в принципе, тут не очень хорошо видно. Итак, мы здесь видим вот такой длинный коридор, лестницу наверх. Ну, вот этот бак с водой, конечно. И вот этот вот сейф. В принципе, это обычная стандартная секретка с сейфом, ребята. И тут вообще нечему удивляться, по сути. У нас в каждом втором доме похожие секретки с сейфом. Но нет, это еще не все. Сейчас мы поднимемся наверх. Нажмем на какую-то здесь кнопку, можно нажать. А, вот, да. Нажимаем на кнопку и забираемся наверх в лифт обратно. Возвращаемся. Выходим из нашего дома и ставим другой дом. Мы удаляем этот и ставим другой дом. Мы можем поставить его абсолютно на любом месте. Нам вообще все равно где. Но давайте на месте, вот, я не знаю, 17, на моем любимом, который я выбираю всегда. Вот здесь мы ставим новый дом. Опять вот этот дом, который зомби апокалипсис. Он очень интересный, потому что мы там можем так же. Надо увеличиться. И теперь нам снова нужно, в общем-то, уменьшиться. Хотя я и так уменьшена. В общем, думаю, нормальный размер. Здесь нам нужно сесть на туалет. И после этого нам нужно сюда пройти. То есть уже, в принципе, секретка с этим сейфом очень схожа. Блин, вот тут я проваливаюсь. Черт. Надо как-то попасть туда. Давайте еще, короче, уменьшимся сейчас. Уменьшаемся еще. Еще раз давайте сядем на туалет. Что, я не знаю, это просто действует как кнопка какая-то. Я думаю, что она закрывается, но я не уверена. Итак, здесь у нас есть секрет. Вот с сейфом. Да блин. Хорошо, давайте еще раз сядем на туалет. Секретку, знаете, не так-то просто пробраться. О, наконец-то. Я это сделала, ребята. Снова берем фонарик. И давайте посмотрим. Здесь мы, получается, точно так же проваливаемся под землю. Точно так же нужно как-то активировать этот секрет. И здесь у нас тоже такой длинненький коридорчик. И вот такой вот сейф, где мы потом забираемся наверх. Поэтому давайте заберемся и посмотрим. Эти секреты действительно просто безумно похожи между собой. Ребята, напишите в комментариях, что думаете. Какие секреты, может быть, знаете, еще похожи в Брукхейвен.